Доброе утречко! У меня ещё дома тихий час. Собаки, как всегда, ждут утренние прогулки. Я, как всегда, нахожусь в состоянии сборов. Погода сегодня просто-просто кайфовая. Солнышко так светит классно. А я хочу окна помыть, но никогда не смогу дойду. Потому что мне просто лень. И всё. Вот понимаете, настоящая лень. Мне лень мыть окна. Ах, Маша Лентяйка. Идём к ветеринару. Смотрите, какую я компанию собрала. Где там моторчик? Несёт шанти, шанти трусится просто. Мотор вибрации есть? У меня Тера на руках. Миш, тебе надо? Доби. Один Серёга там идёт, расслабляется. И ничего не делает. Она съелшую. Зачем мне? Вот так вот. Так, короче, идём снимать швы. И что? И что мы идём делать? Стируська. И Тера смотреть, как у неё с аллергией. Нужно ли ей ещё один укольчик или не нужно? Ну как я их собрала, да, с утра всех? На спортплощадке нашла. И говорю, идёмте со мной. Доби сняли швы. Терри ничего не кололи. Шанти зря трусилась. Теперь у меня Доби официально без бубенчиков и без швов. В общем, теперь можно идти домой, пить кофе и завтракать. Потому что я с утра сделала все важные собачьи дела. У собак завтрак. А я не могу позавтракать, потому что ещё Кира не проснулась. Кирюша, просыпайся, пожалуйста, доча. Кирюшка, вставай. А? Я уже кучу дел сделала, пора тебе вставать. Давай, подъём, подъём. Ой, сегодня на улице хорошо. Да и хорошо, что у Теры уже аллергия закончилась, что ей уже ничего не нужно колоть, ничего не нужно делать. Всё хорошо заживает. Да, Доби снялишь вы тоже. Я довольна, потому что наконец-то уже закончили с этой проблемой собачьей. Теперь осталась Кира и её брекеты. Но это уже в пятницу, потому что на раньше записи у нас не было. Вернее, на раньше запись была на среду, но на раннее-раннее утро, что мы бы вряд ли с Кирой успели. Хотя, возможно, бы и успели. Но, в общем, я, чтобы не спешить, не торопиться, со всеми успеть погулять, всё успеть сделать. Я записалась на пятницу на 12 часов дня. Вот. Теперь нужно что? Кофе. Я очень сильно хочу кофе. Кирюх, просыпайся. Потому что я с утра выпила чашечку, но мне оказалось, видимо, мало. Я хочу ещё кофеёчек. Так, ребята, всё, завтрак готовлю, кофе делаю. Ну, завтрак у меня сегодня, наверное, будет... Ничего такого не буду придумывать сверхъестественного. У меня есть вермишелька, у меня есть сосисочки. У меня есть... У меня больше ничего нет. Ха! Я думала... А, подождите, у меня же есть, знаете что? Боже, я совсем забыла. Та-да-да-да. У меня есть палочки сырные. Я сейчас сырных палочек наделаю, и отлично. И завтрак будет прекрасный, сытный и классный. Ещё к палочкам сделаю тосты. Ну, греночки. Всё. Я молодец. Кто молодец? Я молодец, как всегда. Маша, Умичка. Я уже сыр приготовила. Я уже подготовила всё для яиц. И жду вот это сырёгу. Уже тосты стоят. Кира, просыпайся, пожалуйста. Завтрак на столе остыл уже. Уже всё остыло, а никого нету. Ну, блин, а мне яйца нужны. Я уже за яйцами иду. Мне срочно яйца нужны. У меня завтрак остынет. Вот такой завтрак у меня получился. Сырные палочки, тосты, яичко и овощи. У меня яйцо немножко растеклось. Теперь главное, чтобы все проснулись. Вернее, уже Серёга пришёл на завтрак. Кира, подъём, пожалуйста. Кира, уже всё остыло. Серёга, доча, пожалуйста, просыпайся. Кир, подъём. Серёга, пошли завтракать. Тера, ты уже поела. Кирюха сказала, хорошо. Так, а у меня стирка уже. Кстати, Серёжа, знаешь, сколько я сегодня с самоката грязи сняла? Посмотри, какой он чистый. Чем вы его трогали? Я, вообще, всё равно въехал бы на нём, и он бы сам бы всё убрал. Не убрался. А если он не был дома, я забыл, я ещё к ним сидел. Вот так тебе надо. Я ещё не свои ключи посеял через окно. Батя поехал на работу, а окно не закрыл. Они здесь были. Вот здесь лежали. Нет. Я её где-то потерял, ладно, потом. Ну так, короче, и батя уехал на работу. Серёжа свои ключи теряет, я не знаю, ежедневно. И, короче, папа уехал на работу, а я такой, через окно. Ну, и всё. Он её не открыл, он её не закрыл вообще. А я же в этом, в этот квадрате помечаю спокойно. Форточку, маленькую форточку. Кира, подъём, пожалуйста. Ну, уже всё остыло. Китя, вставай. Кирюк, нет, серьёзно, вставай, давай. Хорошо, через пять минут. Пять минут уже не пойдёт, уже всё остыло. Ну, Котя. Ну, иди, я встану. Трэш какой-то. Так, Серёжа, обувь. Ну, я всё равно буду идти валять, Боже. Стирка. Стирка, стирка, стирка. У меня тут ещё стирки куча. Как всегда. Every day. Every day, every day. У нас холодильник горит. Дупо, дупо горит холодильник. Смотри, вот, вот, вот дым идёт. Вижу, вижу. Блин, у меня холодильник накрылся? Или шо это? Это яйца горят, прикинь. Так я вроде и в целую принёс. Офигеть. А я тут ни при чём. Вы яйца отсюда, потому что вставали правильно? Да. Так это всё, оно больше горело бы, это не я. Я в шоке. Тупо сгорели яйца в холодильнике. Это как? А я знаю, как это. Как? Он когда выйдет сюда, насыпали, не загорелось. Я чё верю. Это, нет, это такое могло быть только у меня. Блин, только у меня. У меня в холодильнике загрелись яйца. Со вкусом дымка всё будет. Вы понимаете? Посмотрите, они тупо яйца загрели в холодильнике. Круто. Это хорошо, что Кира их открыла. А так бы, так бы они горели бы в холодильнике потихонечку. И что бы произошло? А это бы ей под палы сделали. Вот тебе там аж, чуть ли, сколько. Так я не понимаю, как так получилось. Наверное, там кто-то были. Вот в шоке. Трэш. Вы понимаете, они уже даже сварились. Я, это, блин, прикол какой-то. И это просто вот людей называть Маша? Я только сходил за яйцами. Я за новыми не пойду. Да нет, не надо, мне с ними всё хорошо. Чуть-чуть под это, подкоптились. Короче, приятного аппетита вам всем. Я в шоке. Мне надо Кириной часы сейчас спредить с её телефоном. Вчера вроде бы уже пытались это сделать, но что-то не получилось. Написано низкий зарядность, что они должны зарядиться побольше. Вот. А значит, мы уже позавтракали. Доби что-то чешет свои бубенчики. И непонятно, что он от них хочет. Видимо, они чешутся из-за того, что верёвочки подоставали. Кирюшка на балкончике сидит, отдыхает. Кайфует. Кирюха, кстати, тебе знаешь, что нужно прочитать за лето? Не знаю. А вон книжка стоит. Вот тебе её нужно прочитать. Вот это вот. Маленький принц. Эта книга очень интересная и очень полезная и очень хорошая. Я её уже читала миллион раз. Кого? Маленький принц ты читала? И о чём же она? Ну, я уже не знаю, что принц. Я читала. Будь с космонавтом. Короче, он как-то забыл на какую-то фигню. А какую-то фигню встретил ещё кого-то. Йо-йо-йо. 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 Я поняла. Ребята, давайте откроем эти штуки. Челлендж. Сейчас проверим, что у нас тут. С вами тут посижу. На своём розовом пуфике. Ну, вы розовый пуфик не видите, но я на нём сижу. Так, давайте откроем баночку о женщинах. Проверим, что нам говорит баночка о женщинах. Берём две, да? Берём зелёную и берём розовенькую. Супер. Кстати, розовенькая на камере кажется не розовенькая, а беленькая. Смотрите, видите, кажется белая, да? На самом деле она розовая. А это салатовая. Так, открываем. И читаем, что нам говорят женщины. Как сказал один очень мудрый человек, женщины вообще могут всё, просто не для каждого. Это факт. Женщина может всё, но не для каждого она будет это делать. Например, я делаю это только для Кирюхи. Так, вторая наша бумажечка. Некоторым женщинам достаточно один раз пройти по улице, чтобы остаться в памяти мужчины навсегда. И это правда, ребята. Всего лишь один раз достаточно пройти, чтобы остаться в памяти на всю жизнь. Но не факт, что женщина ради этого человека, у которого она осталась в памяти на всю жизнь, что-то сделает. Видите, какие у нас сегодня две очень классные бумажки попалось. Так, и челлендж, креатив челлендж. Может быть, я сегодня что-то сделаю. Или сделаете что-то вы и попадёте во влог. Потому что прошлые бумажечки, которые я челлендж открывала, там нужно было построить халабуду. И одеться во что-то необычное из вашего гардероба. И некоторые люди написали мне в инстаграм свои фотографии, и они попали во влог. Так что я не знаю, почему никто не написал, вау, я попала во влог. Наверное, вы не смотрели влог. Так что можете посмотреть, потому что вы там есть. Ваши луки и ваши халабуды. Открываем челлендж. Сегодня всюду иди новым маршрутом. О, я на самом деле сегодня так и делала. Всюду не знаю, как я буду идти новым маршрутом. Но к ветеринару я сегодня шла почти новым маршрутом. В общем, у меня сегодня на самом деле прогулка начиналась не с парка, а с ветеринара. И закончилась она уже парком. Поэтому я сегодня почти исполнила этот челлендж. А вы, ребята, также можете сегодня исполнить этот челлендж. Идти сегодня целый день новым маршрутом. Ну и давайте посмотрим, что у нас еще. Так, какую мы открывали? Мы открывали синенькую. Теперь давайте откроем лавандовую. Опять же таки она кажется белого цвета, но это лавандовая бумажечка. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Нарисуй несуществующее животное для мультфильма. Придумай и опиши его характер. Ребята, это челлендж для вас. Рисуйте несуществующее животное. Придумайте ему название. Ну, а описание и характер тоже можете под вашим рисунком написать. Как его зовут? Добрый он, недобрый? И какой у него характер? Пишите ваши, вернее, скидывайте ваши рисунки мне в Инстаграм. Только знаете, как скидывайте? Скидывайте рисунок, рисунок, рисунок. Название, чтобы я знала точно, что это сообщение с вашим рисунком. И я все ваши рисунки заскриню за сегодня. И завтра вы посмотрите, что у вас получилось и кто попадет во влог. Так что жду ваших всех рисуночков. Все, вот такие вот у нас челленджи. Если вам нравится, что я открываю эти челленджи, и вы попадаете во влог, и вы делаете то, что тут написано, то ставьте лайкусик, и обязательно жду ваши фоточки, чтобы выставить их в следующем дне. Всем Темочке и всем ловушки. На улице жара, а Кира хочет курточку какую-то одеть. Ничего не одевай. Ну реально на улице жарко. Так я сегодня уже была вот в таком вот виде гуляла. Жарко на улице. Я тебе серьезно говорю, не холодно. Я бы смотрела. Я в кухне. Ну и вот так нормально люди ходят. Тепло на улице, доча, серьезно тебе говорю. Тепло на улице, просто большой ветер. Холодный ветер. Лето на улице, никакого большого ветра нету. Если было лето, то я бы уже поносила ту купальню, которую я купила. Ты сейчас на меня злишься из-за того, что ты не можешь на пляж поехать? Всего. Вышла собака, но Тера стоит у меня там наверху. Никуда не хочет выходить. Собаки у меня иногда не могут понять, почему это я с ними выхожу днем гулять. Вот там у меня не будет ухода жить у днем на улице. Наверное, кофе пить. Не знаю, что делать. Ладно, я без курточки. Ну что, холодно? Что, где Эльза? Где Эльза? Тера, где Эльза? Все заняты какими-то своими делами. Эльза, у тебя язык на плече. Ей надо водичку дать, а мы вернулись. Иди, Клэри. Стой, подожди, подожди, дай мне эту миску на серый. Вы поняли, да? Как всегда, мой самокат, он не может быть нормальным. Он всегда должен быть почти поломанным. В нем уже второй раз вот этот голд выпадает. Не раскручивай, потому что не соберешь его потом, блин. Если он входит здесь плохо, значит, проблема здесь. Сверху. Я не могу на это смотреть. У меня сердце крается. Мой самокат страдает уже. Который день зацелит. Все капец. Каждый день пылесошу пылесосами. Пылесосами каждый день по 4 раз по 5 на день. И у меня они не ломаются. Почему-то. Нет, нет, нет. Вы сказали, что вот, если гайку поменять, типа гайки, вот, типа, с ней должно было быть все хорошо. Да. Так же самое и я. С пылесосом все будет хорошо. Не меняйте, не вытушите с него пыль. Серега, никому не в обиду, 3 года каталась на самокате, ни разу ни на чем не меняла в нем. Взял его мой брат, поломал. Тем более 3 года. Так, нет, ну, просто, ну, уже сам по себе. То есть, ну, я не знаю, это как мы, как мы отличаемся ездой от вас, что у нас, это, колеса сдуваются, причем сдуваются и на дырок при этом. Как вы отличаетесь ездой? Потому что вы катаетесь на самокате, как на этом. На чем? Как на лошади. Вы на нем ездите, так и сам. Я на нем езжу, аккуратненько в магазин и обратно. А, тут понятного мастера. Ну так, а что, он мне для этого и нужен. Ну, он создан для того, чтобы на нем в магазин ездить. Пожалуйста, Люд. Нет. Ну все, он такой путь. Нет, оставьте его, поменяем болт, завтра отвезем его на починку и все будет нормально. Все, 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 все. Нас эти талии все смазаны. Все. Да, тетя Маша, вот неухоженный самокат, он на вас обижается просто. Самокат, да. Да я на вас обиделась. Ой, как всегда. Да. Короче, ребята, самокат не чинится там. У меня, оказывается, были болты, но они не подходят. Ни один из тех болтов, которые у меня есть, они просто реально не подходят. Поэтому самокат у меня встал на пит-стоп и все. И больше с ними ничего сделать нельзя. А я говорила много раз, когда видела, что болт почти раскручен, говорила, прикрутите болт, прикрутите болт, прикрутите болт. И в итоге этот болт никто не прикрутил. И он разломался. Нет, я, конечно, ни на кого не злюсь, я ни на кого не обижаюсь. Я тут Добюшечка со мной решил полежать. Я свои тапочки потерял. Добечка, подожди. Я свои тапочки возьму. И сейчас мы будем смотреть фильм. Знаете, какой пункт назначения? Решили сегодня посмотреть кино пункт назначения, потому что никаких новых фильмов, прикольных, ужастиков нету. А мне хочется чего-нибудь такого экшена, прям страшного и прикольного. Поэтому будем смотреть пункт назначения. Возможно, даже с первой части начнем. И вечером уже потом пойдем гулять с собаками. Я расстроилась из-за самоката. Я реально расстроилась из-за самоката, потому что за все это время, буквально за лето, как бы это было обидно или не обидно, но за этот промежуток времени, за два месяца, успела два раза крыло поломаться, успела же винт поломаться, успела куча всего поломаться в этом самокате, и он превратился просто в какую-то рухлядь у меня. Просто, блин, не самокат, а беда-бедешенька. Ладно, не будем о плохом. Я решила тут немножко прибрать в квартире. Включаем фильмец, и мы начинаем смотреть. Всем хорошего настроения и замечательного дня. Надеюсь, мы с вами сегодня еще встретимся. Посмотрите, какая на улице погода. Солнце светит, и дождь идет. Вообще красота. Наверное, где-то должна быть радуга. Дождь. Дождь. Ну, дождь. Дождь идет. Дождь. Но не дождик. Но не дождик. Ребятушки, ребятушки, я уже дома. Я не знаю, у меня сегодня какое-то такое настроение прикольное, счастливое. Я не знаю, почему. Посмотрела сегодня первую часть чего-чего, скажите мне, пожалуйста, я скажу. Пункт назначения. Это вторая часть пункта назначения. Может быть, буду еще вечером смотреть. Кирюха пошла провожать Вику. А я хочу сейчас пропылесосить, потому что я не могу понять, по какой-то причине. Но, знаете, как только в квартире нету людей, вот как-то так выходит интересно. Вот только в квартире никого нету. Вот я два дня сидела на отдыхе, и никого в квартире не было. Боже, такая чистота и порядок был. Как только начали сюда снова приходить гости, у меня такое ощущение, что они сюда приносят мусор. Вот я сейчас все просто выставляю наверх, чтобы пылесос у меня поубирал. Просто приносят мусор. Как так? Еще Кира у меня забрала тапочки и пошла же Вику провожать. Так, С у нас чаек, и сейчас мы будем ужинать. Что мы будем ужинать? Я не знала, что мы будем ужинать, но у меня прикольно вырос авокадик. Смотрите, какая прелесть. А здесь вообще два росточка растет. С одной стороны и с другой стороны. Я не знаю, вот авокадо был бы у меня денежным деревом, наверное, ему бы цены не было, потому что он у меня постоянно цветет, постоянно растет. А это цветочки, которые сегодня Сережка подарил Кирюхе. А там уже Кира домой идет. В моих тапочках. О, и Снега еще домой принесла. Снег, ты где был? Ты где шлялся? Тапочки верни, пожалуйста, мне мои. Спасибо, спасибо. Они чистенькие, ребята, постиранные. Да-да-да. Может быть, вы этого и не видите, но они на самом деле чистые. Так, что мы будем делать, Коча? Мы будем с тобой кушать, да? Сначала я жду, пока поубирает пылесос. Давай, а потом я уже буду кушать делать. Окей, Масик? Да. Все, договорились. Короче, да, цветочки очень классные. Но Снег уже их кушает. Это, короче, знаете что? Это ромашка. Мне кажется, какая-то лекарственная ромашка. Ну, я, конечно, не знаю точно, но мне кажется, да. Кира, а что это такое? Это что ты делаешь? Показываешь, блин. Нельзя показывать. Это было нельзя показывать. В общем, кто не увидел, тот опоздал. Кто успел, тот не знаю, что получил. Все, ребятушки, всем на сегодня. Чаушки, какаушки, тёмочки и ловушки. Вот так вот. Если что, я помыла стакан. Просто не ела туда воды. Если что, окей, пей в стакане воды. Снег, только попробуй мне перевернуть мои цветы. Есть стакан и бокал. Бокал, да, видите как. Ну, так, чтобы было по сеншую. Да, всё должно быть по сеншую. Всё, ребятушки, всем пока. Сегодня был странно интересный день. Палёные яйца, сломанный самокат, цветы для Киры. И вообще просто всё было замечательно. Мне день и понравился, и в шоковом состоянии, и не понравился. Потому что, я не знаю, вот какой-то такой хопа и закончился. Как-то так странно вообще происходит. Хопа и дни заканчиваются. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока-пока.